Не должно быть иллюзии, на чьей стороне футбольный бог. Чё вы устроили, украинцы? Что это был за позор? Ну, идёт в футзал. Половина украинцев для себя впервые вообще об этом что-то узнали. Что вы на трибунах орали? Что вы прыгали? Что вы... Кто на скачет, тот Москва? Правильно Анатолий Шарин написал. Это ж какой позор для всех. На весь мир показали, что это такое. Слава Украине! Слава! Ну вот бандеровские крикучки пошли. Вы слышали хоть раз такого рода песенку в России? Хоть раз слышали? Чтобы с трибуны у нас кричали, что надо убивать украинцев. Ну где все евроньюсы, дойчевели и прочие помойки? Голос Америки, которые скажут, что да, национализм такой. Ой, нам же, подождите, нам же рассказывали представители госдепа, в частности, Блинкин, что нет, нет, никакой ненависти, никакого угнетения русских нет. Ну, конечно. Ну, а трибуны? Ну, разве это люди? Ну, реально, ну, разве это люди? Но ведь это давно уже эти гуманоиды? Они реально давно? Этих людей вовсю воспитывал Тегнебог. Я помню его видео еще, наверное, совсем давнее. Ребята, найдите, пожалуйста, видео, где Тегнебог говорит о том, что мы будем убивать, как наши отцы и деды, жидов, моськалей. Там вот это все. Вот это тот самый Тегнебог, который настолько сильно теперь всем нравится. Но это же все не заметит, правда, ни Блинкин. Нет же никакого национализма. Притом это было еще во времена Ющенко. Вы видели это под плакатиками Ющенко. Теперь его отмыли, очистили. Напомню, что Тегнебог был одним из лидеров Майдана. И он теперь на полном серьезе рассказывает о том, как надо уничтожать Россию.